Новости на Дону. Категория 12+. Поезд Ростов-Туапсе сбил мужчину. Трагедия произошла в Краснодаре. Со слов машиниста, мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно прямо перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. 59-летний краснодарец погиб на месте. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Южное следственное управление на транспорте. 11 миллионов рублей выделил Василий Голубев на социальные объекты региона. Около 5,5 миллионов рублей пойдут на капремонт кровли Краснодарской школы Волгодонского района. В единственной школе поселка обучаются 114 человек. Здание построено более 30 лет назад. Никогда капремонта в нем не было. С просьбой помочь в общественную приемную губернатора обратились родители учеников. Работы начнутся весной и должны завершиться к началу нового учебного года. Кроме того, более 5 миллионов рублей направят на проектные изыскательские работы по капремонту Дворца культуры в Сальске. Решение об этом губернатор принял в ходе рабочей поездки в город 15 октября прошлого года. Тарный сосуд 14 века – очередная находка данских археологов. Уникальность будущего экспоната Азовского музея-заповедника в месте происхождения. Китайская керамика оказалась в подвале местного купца, преодолев шелковый путь длиной в 10 месяцев. Шестиконечная звезда Давида превращена в сложную розетку. Круги сделаны, скорее всего, шилом или даже иглой. Такой замысловатый цветочный узор – редкость. Обычно на глиняных сосудах археологи находят заметные и грубые насечки. Знак собственника кувшина. Фрагмент с граффити – единственная часть, по которой археологи определили вид древней посуды. У тарного сосуда нашлось и дно, и горловина. Можно определить его высоту. Осколки сосуда для перевозки чая и специй нашли в том же подвале, рассказал руководитель Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. Я отбирал эти фрагменты среди десятков тысяч, которые были встречены в подвале богатого венецианского купца. В середине 14 века. Несколько месяцев мне потребовалось, чтобы все это перебрать. К сожалению, подвал не был доследован целиком, ну и поэтому, видимо, его невозможно целиком склеить. Клеят исторические находки на современный клей ПВА. Главные свойства соединителя – обратимость, чтобы при необходимости каждый кувшин можно было разобрать на части. Изделия из китайской керамики – редкость на нашей территории. Наполненный специями или чаем, он прибыл с другими товарами из Китая по шелковому пути. Это одна из трех самых целых находок подобной посуды на территории Золотой Орды. Ростовские хоккеисты разгромили барнаульцев. Это произошло вчера на площадке соперников. Первые несколько минут Алтай дальше средней зоны не выходил. В гости делать этого не позволяли. Открыли счет Кондоры. Через 23 секунды счет уже был удвоен. Третья шайба Ростова получилась спорной. И после видеопросмотра арбитр жестом показал взятие ворот засчитано. Во втором периоде барнаульцам срочно нужно было отыгрываться. И им это удалось, но смогли забросить всего одну шайбу. А Ростов в этом периоде снова три. В итоге третий период начался при счете 1-6. Хозяева площадки изо всех сил пытались забить, но снова пропустили. Точку во встрече за 37 секунд до окончания основного времени поставил ростовский форвард Владислав Туник. И финальная сирена зафиксировала счет 8-1 в пользу Кондоров. Отмечу, первая игра этих командцы закончилась со счетом 1-5. Победа также осталась за гостями площадки. Одержав восьмую победу подряд, ростовчане возвращаются с выезда с максимальным результатом – четырьмя набранными очками. Следующие матчи нашей команды предстоит провести 2-3 февраля на домашней площадке. Соперником станет хоккейный клуб «Челны». Это были новости на ФМНДАНУ, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Таганроге днем 0,2 без существенных осадков, в Волгодонске и Ремонтном до плюс 3, в Зернограде и Сальске до плюс 5, в Белой Калитве и Красном Сулене от минус 1 до минус 3, в Вешенско-Близко и Морозовске до минус 5, в Ветер восточный и северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова